МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В километрах от областного центра у деревни Тройная гора сохраняется затор. Затоплений в Архангельске нет, пассажирские буксиры смогли совершить лишь один утренний рейс и работу прекратили. Кстати, прохладная погода в регионе с уходом ледохода не прекратится. Эта неделя и начало следующей недели, включая 9 мая, погода на территории Архангельской области. Ожидается холодная, прохладная. То есть осадки у нас ожидаются по области в большинстве районов. Осадки будут выпадать и в виде снега, и мокрого снега. Может быть, в южных, крайних южных районах и в виде дождя. По словам синоптиков, весеннее тепло придет в наш регион только в конце следующей недели. Новая четырехполосная автодорога протяженностью 720 метров появится вокруг областной больницы. Она заменит проезд сибиряковцев. Разработка участка начнется уже в мае. В ближайшее время будут выполнены работы по установке строительного ограждения, устройству инженерных сетей, поставке материалов и строительной техники. Новая четырехполосная дорога будет оборудована парковками для легковых автомобилей. Цена проекта составляет 235 миллионов рублей. Крупнейшему мизенскому алмазу присвоено имя Архангел Михаил. Об этом сообщил губернатор Игорь Орлов в своем блоге. Цитирую. Сегодня вместе с президентом Лукоилова Гитом Аликперовым обсудили итоги конкурса и рассмотрели все варианты названия алмаза, которые предложили сибиряне. В итоге пришли к общему решению присвоить алмазу имя небесного покровителя нашего края. Есть что-то глубоко символичное в том, что один из крупнейших алмазов, добытых в нашей стране, будет носить имя святого заступника Архангельской области. Своё благословение дал митрополит Архангельский Холмогорский Даниил. Напомним, драгоценный камень весом в 181,68 карат был добыт на месторождении имени Гриба в Мезенском районе. Игорь Орлов поблагодарил всех северян, принявших участие в конкурсе, и выразил уверенность, что это не последний подарок, которым порадуют нас северные недра. Добавлю, что по итогам 2016 года сумма налога на добычу природных алмазов в Архангельской области превысила 2 миллиарда рублей. В региональном управлении МВД честовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Начальник Архангельского ОМВД Сергей Волчков лично поздравил каждого, вручив поздравительные адреса. За чашкой чая фронтовики вспоминали годы войны и своих друзей. Ветеранов поздравили воспитанники школы искусств. Песни военных лет в исполнении детей звучали особенно трогательно. Архангельское городское телевидение запустило проект, приуроченный к 9 мая. Он называется «Бессмертный полк. Моя история». Каждый день в нашем эфире на каналах ПС и ТВ-центр новый рассказ о тех, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей страны. Известные люди Архангельска и простые горожане рассказывают семейные истории о своих дедах, прадедах, бабушках и прабабушках. Матерях и отцах, в жизни которых безжалостно ворвалась Великая Отечественная война. Телепроект «Бессмертный полк. Моя история» каждый день до и после выпусков новостей на телеканалах ПС и ТВ-центр. 9 мая главные события праздника будут в центре внимания нашей телекомпании. В 12 часов эфир выйдет спецвыпуск итоговой программы «Семь дней в регионе». Сразу после него прямая трансляция шествия по улицам Архангельска «Бессмертного полка». Гости в студии, прямые включения с праздничных площадок, интервью участников «Бессмертного полка», интересные истории о поколении победителей и все, чем будет жить наш регион в День Победы. Встречаемся на канале ПС 9 мая в 12 часов. Сегодня 140 лет со дня рождения Георгия Седова, одного из самых известных полярных исследователей. Его имя навсегда связано с Архангельском. Ведь именно отсюда в 1912 году отправилась его экспедиция по Ледовитому океану. Седов мечтал покорить Северный полюс. Просто начало 20 века – это такой период романтически настроенных молодых людей, для которых Арктика являлась таким местом для героической самореализации. И, безусловно, Седов был одним из таких. Экспедиция отправилась на шму не святой великомученик Фокка. Сейчас от нее сохранился лишь Ахтерштветень, который располагается рядом с Северным морским музеем. Это сейчас в регионе мы продолжаем. Полицейские Архангельска выявили очередную попытку нелегальной продажи алкоголя. В этот раз внимание привлек один из торговых павильонов на улице Никитова. В вечернее время на глазах у стражей порядка мужчина свободно купил пиво и косметическое средство. Продавца привлекут к ответственности сразу за три административных правонарушения. Кроме того, владелец павильона заплатит крупный штраф. Такие проверки полицейские проводят регулярно. Только в Архангельске с начала года сотрудниками правопорядка изъято из незаконного оборота 700 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Архангельская спортсменка Наталья Подольская на Кубке России погреблена в байдарках и каноэ. Завоевала еще одну медаль. В этот раз серебряную. Наша байдарочница на дистанции 200 метров финишировала второй. Напомним, до этого на турнире в Краснодаре Наталья Подольская взяла бронзу в заездах на байдарках-одиночках. Также на дистанции 200 метров. Теперь Наталья будет готовиться к выступлению в составе сборной страны на Кубке мира, который стартует в конце мая в Венгрии. Майская эстафета, которая стартует уже завтра, 6 мая, внесет коррективы в движение пассажирского транспорта в Архангельске. С 10 до 15 часов автобусы в сторону Соломбола будут держать путь по проспекту Обводный канал. Через Логиново, поворачивая на Троицкий проспект в обратном направлении по проспекту Ломоносова. От морского вокзала и в его сторону движение будет организовано по улице Розы-Люксембург. Добавлю, на время майская эстафета также с 10 до 15 часов. Автобусы 11, 75 и 76 маршрута курсировать не будут. Новости региона в 16 часов на канале ПС. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин